Терпение Терпение начало появляться уже в вашей жизни, это здорово, это великолепно, но я хочу вам сказать о том, что Бог, который есть Бог совершенства, Он совершенный Бог, Бог доведет любое качество в вашей жизни, будет доводить его и шлифовать, доводить его до совершенства. Поэтому я хочу вам сказать, что если сегодня ваше терпение, которое вы уже приобрели в результате испытания вашей веры, если сегодня это терпение, вы чувствуете, что оно подходит к какому-то психологическому барьеру, к какому-то моменту перелома, я хочу вам сказать, этот перелом наступит, но он будет переломом в лучшую сторону, потому что ваше терпение приобретет новый оттенок, новый оттенок, который называется совершенство. Вы будете совершенно терпеливым человеком. Друзья, только совершенно терпеливые люди в истории человечества не смогли совершить что-либо значимое. Возьмем пример Томаса Эдисона, его уникальные опыты с лампой накаливания, когда он делал, возможно, тысячи, тысячи неудавшихся экспериментов. Кто-то говорит, что это было 999, но я верю в то, что их было очень много. И я вам хочу сказать, друзья, в конечном итоге он был победителем, но какое качество помогло ему стать победителем? Именно терпение, но не просто терпение, совершенное терпение. Как часто попробовал что-то сделать 5-10 раз, мы терпим, на 11-й раз мы терпим, на 12-й раз мы терпим. Но, друзья, я вам хочу сказать, иногда для того, чтобы совершить что-то великое в жизни, необходимо совершенное терпение. Поэтому я уже вчера вам говорил, добро пожаловать в клуб людей, которые имеют терпение. И это терпение в вашей жизни будет иметь совершенное действие. Да благословит вас Господь, и пусть в вашей жизни ваше терпение поднимет вас на высоты.